Удерживать плотские страсти и взыграния, или с разумом упраздняться от них, по слову пророка, упразднитесь и разумеете, можно и живущим в мире. И сгладить же или потребить их для них невозможно. Но жизнь пустынная имеет явно искоренять их. Из живых или текучих вод иная имеет быстрое движение, а иная тихая и медленная. Первое, по причине скорости своего движения, не может оставаться мутной, если когда немного возмутится, скоро опять прочищается, имея такое движение. Но когда движение воды, изменившись, станет наименьшим, наималейшим, тогда она не только возмущается, но такое почти остается по неподвижности своей. И надо, бывает, прочищать ее, дав ей движение. К новоначальным и нравоучимым и деятельным бес подходит звуками ясными или неясными, а для созерцательных производить некие фантазии, иногда окрашивая воздух наподобие света, иногда производя огненные какие-либо образования, чтобы такими покушениями прелестить как-нибудь подвижника Христова. Если хочешь научиться, как должно молиться, взирай на конец внимания или молитвы. Конец же сей есть умиление, сокрушение сердца, любовь к ближнему, чему противоположное само собой явно, именно помысл похоти, шептание клеветы, ненависть к ближнему и всему подобное. Все сие несовместно с деланием молитвы. Господина Каллиста Теликуды о безмолвнической жизни Нельзя покаяться без безмолвия. Нельзя сколько-нибудь коснуться чистоты без анахоретства. Невозможно при видании людей и беседах с ними сподобиться умного зрения Бога и молительной беседы с ним. Почему те, которых объемлит заботливое желание покаяться в своих прегрешениях, очистить от страстей, достигнуть и вкусить созерцание Бога и беседовать с Ним, что есть пределы цель живущих по Богу и залог вечного Божия наследия, Всеми способами взыскивают безмолвие, наиполезнейшим делом для себя, почитая удаление от людей и анахоретство, с должным, конечно, к тому расположением и настроением. Второе. Начало делания их в безмолвии бывает плач, самоосуждение и самоуничижение. Страница 428, пятый том Добротолюбие. Ради их, чтобы они происходили, сколько можно чище, бдение, стояние, воздержание и телесный труд, Который в предел потоки слез, источаемых очами, смиренно мудрствующих в сокрушении сердца. Так внимают они очищение своему, и так деятельно преуспевают в нем. Пределом этих трудов служит умиротворение помыслов, как началом излияния слез. После этого ум обычным образом начинает рассматривать природу вещей, постигать художество Божие, понимать божественную мысль и узревать во всем следы божеской силы, премудрости, благости и всего, что обыкновенно в Боге созерцается. И в таинство Писания входит он, и при естественных благ вкушает, и примирными красотами наслаждается, и Божией любви делается приятельищем. И таким образом пленяется любовью, радуется и благодушествует, как достигший предела добродетели и любви к Создателю всяческих, никакой прелести не испытывая и не подозревая, а только претерпевая одни соблазнительные нападки и непотребные греховные движения, по многим причинам, как изменчивый. Четвертое. Так держится незаблудный путь, так образуется залог спасения души, смиренно мудрствующей, трезвящейся и молящейся во Христе Иисусе Господе нашим. 5. Когда сидишь в келе, ум твой да имеет дерзновение к Богу во смирении своем. Смирение пусть держит по причине бедности твоей, твоего ничтожества, а дерзновение по причине всей превосходящей любви Божией и Божьей снисхождения, какое имеет он к людям. Так душа возводится благоговейному почитанию Бога, когда, и сознав себя грешное, держает приступать к Нему по его человеколюбию. Почему священный Павел заповедует, говоря, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. 6. И воистину дерзновение к Богу есть некое око или крыло молитвы, или дивное некое молитвенное устроение. 7. Не так, чтоб дерзал кто о себе, как добрый и достойный, но чтоб воспарял к надежде божественной, воодушевляясь помышлением о неизреченном человеколюбии, любви и незлобии к нам Божьим. 8. И так молись с дерзновенным настроением, в смиренном мудровании, питаясь благими надеждами на Бога, как сказано во Христе Иисусе Господе нашим. 9. Надлежит тебе строго держать для того, что смиряет плоть и ум, освобождает от всего вяжущего и гнетущего. 10. Вот что я разумею. Умеренное ястие, легкое питье, краткий сон, стояние на молитве по силе, преклонение колен, смиренным видом, бедная одежда, малоговорение, и то по нужде, и другое, что сколько-нибудь может укращать плоть. 11. Вместе с этим надо бы назовести и то, чем ум возбуждается к деятельности, сердце располагается, прилепляясь к Богу. 12. Таковы чтения Священного Писания и святых его толковников, умеренное разумное псалмопение, размышления о том, что причитается, прочитывается из Писаний, и о дивных вещах, видимых в творении, и устная молитва, пока святая благодать Духа действенно подвигнет его из сердца. 13. Тогда другой праздник, и время иного ликования, не языком возбуждаемого, а из сердца духом действенно исторгаемого. 14. Это ты теперь совершай так, сделай сколько можешь коленопреклонений, потом сядь и молись. 15. Утомившись молиться, переходи к чтению, как сказано, и опять возвращайся к молитве. 16. Намолившись до свита, встань на псалмопение непредложительное, а от него опять переходи к молитве, и утомившись над нею, побыть немного в размышлении, прежде сказанном, и опять берись до молитвы. 16. Наконец, и рукоделием занимайся, займись немного, для разогнания уныния, как слышал ты от отцов святче. 17. Во всем твоем по Богу делании, каждодневном, с утра до утра, преимущественно всегда да отдается молитве. 18. Прочие делания привходят только по причине утомления в молитве. 19. Когда же милость Божия приосенит душу, и благодать Духа источит из сердца, как из источника молитву, 20. Тогда ум одной молитве прилежит и созерцанию, отторшит себя от всего другого, и одной молитвой и созерцанием услаждается в раю любви Божией. 21. Над всеми добрыми делами державствует молитва. 22. Слезу покаяния она рождает, к умерению помыслов весьма много содействует, будучи понуждаемой единого Бога почитать высочайшим миром. 23. В любви к Богу она есть родительница. Мысленную силу души она одна ощущает, Бога представляя родителям и ангельской чистоты. 24. Вожделительную силу души чистость для Бога сберегает, ибо прилипаясь к Богу и беседуя с Ним безмерно и преестественно, благим и добрым, она и вожделение все прилипает к Богу. 25. Раздражительная часть души в такой мере укращает, в какой преподает, молится и просит Бога, смиряя и душу через такое преподание. 26. Потому что никто, в то время как молится и просит, не может держать в душе несмиренное или гневливое мудрование. 27. Посему, сводя все воедино, могу сказать, что все силы души и все действия ее нравственные и умственные, преподобная молитва очищает и исправляет, 27. Особенно, когда вземлет с собой и созерцание Бога, и последующая за Ним божественную любовь, при мирном строе жизни и поведении, по сказанному прежде. 28. Из какого же места сердца источается слеза? 29. Там да мыслится и зрится помысл Твой, склоняясь внутрь Тебя путем дыхания во время молитвы, и там да пребывает сколько можно. 29. Ибо это крайне благотворно, производит частые и обильные слезы, пресекает пленение ума, водворяет мир мысленный, дает ход молитве и содействует обретению молитвы сердечной, благодатью Животворящего Духа во Христе Иисусе Господе нашему. 30. Есть пять деланий безмолвия. Молитва или непрестанная память Иисусова, вводимая путем дыхания, без всякого стороннего помышления, которое молитва, совершается через всесторонние воздержания, то есть и чрева, и сна, и других чувств внутри кельи со смирением. 31. Совмопение мирное, чтение такое же из божественных Евангелий святых отцов, из глав о молитве, особенно нового богослова Исихия и Екифора, размышления о суде Божьем, о памяти смертной и о подобных предметах, и небольшое рукоделье. 32. Прошедшее все опять следует возвращаться к молитве, нудя себя без жалости к таким деланиям, пока ум привыкнет отлагать намерение, парение свое памятью о Господе и непрестанным проникновением к болезнованию сердца. 33. Таково делание новоначальных монахов, желающих безмолвствовать или безмолвников в новоначале их безмолвствования. 34. Таковой должен нечасто выходить из кельи, избегать свиданий и бесед со всеми, разве только по крайней нужде допуская, но и в таковом случае со всяким вниманием и себя хранением, и при том сколько можно реже, потому что это не только новоначальным, но и преуспевающим уже причиняет рассеяние мыслей. 35. Молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня умом в сердце, творимое со вниманием без всякого стороннего помышления, не вдруг такое и является, но требует навыка. 36. Сначала делается сие с нуждением, причем и сторонние помышления пресекают ее, но труд, терпение и усердие производят наконец то, что она творится уже непринужденно, сама собою. 37. Престечение сторонних мыслей должно не прекращаться, но наконец и это проходит. 38. Тогда молитва сия, невозмущенное сердце, возносится умом к Господу, с верою, упованием и благоговеенством. И это есть сердечная молитва. 39. Ее сопровождает теплота некая, которая начинается с самого начала углубления ума в сердце для всей молитвы, и содействует ему в отревании сторонних мыслей и чувств, и сама вместе с тем очищением ума от всего стороннего возрастает, усиливается и установляется. 40. Когда сердце исполнится этой духовной теплотой, которая отлична от всех других теплот, тогда ум сидит неисходно в сердце, и непрестанно Господу взывает с теплотою, чисто и беспримесно. 41. В этой молитвенной теплоте порождается в сердце любовь к приз напоминаемому Господу Иисусу, а из ней слезы сладостно источаются от вожделения напоминаемого Иисуса. 42. Это непрестанная молитва, которая единой есть с любовью к Господу. 43. Что всподобится этого и всего другого, что из этого последует, о чем говорим, теперь не время. 44. Надо всячески стараться страх Божий иметь перед очами своими с памяти Иисусовою внутрь сердца, а не как-нибудь вне, дабы оно этим образом удобно отревало не только нечисто и страстно, но и всякие вообще сторонние помышления. 45. Плодом этого будет удостоверение в любви Божией к действующему так. 46. Блаженное состояние. 47. Но допасть и режется, сподобившийся этого, взыскать явление Бога, чтобы вместо света истины не принять того, кто есть сущая тьма, притворяющаяся светом. 47. Если же иногда ум увидит свет без всякого искажения его, пусть не принимает его и не отвергает, но пусть пойдет и спросит у имеющего силу развлечения таких вещей, и от него узнает истину и поистине поступит. 48. Это если найдет настоящего опытного учителя, который знает дело не из божественного только Писания, но сам испытывал просвещение свыше благодатью Божией. 49. Если же не найдет такого, то лучше не принимать, но во смирении предать дело Богу, почитая себя недостойным такого видения. 50. Это узнали мы от отцов. 51. При всем другом и более всего другого надлежит ведать следующее. 52. Как желающий выучиться стрелять, не без цели или знака натягивает лук, так и возжелавший научиться безмолвы, и пусть имеет свой знак именно, чтобы быть всегда кротку сердцем, и никогда ничем не возмущаться до гнева или неудовольствия. 53. В этом легко успеть, если от всех уклоняться и больше молчать. 54. Если когда случится возмутиться, надо поскорее покаяться, себя укоряя, и положить строже внимать себе потом, чтобы тихо и с чистой совестью, положив начало, опять призывать Господа Иисуса и божественной Его благодать в успокоении души Своей. 54. Что и получит. И не только это, но душа Его получит успокоение от всех прежде стужавших Его страстей и бесов, и неизреченно и возвеселиться радостью. 55. Если, впрочем, они истужат ей когда, но воздействовать на нее не возмогут, ибо она уже не лежит к ним и никакого не имеет желания их усложнений, так как все ее желания устремлены к Господу, дающему ей благодать. 56. В ране же такое она подвергается по попущению, а не по оставлению. 57. Для чего? Для того, чтобы не приводнесся ум ее там, чтобы обрел истинное благо, от которого другие еще далеки. 57. Но имел в этих браниях всегдашнее побуждение к смирению, им не только побеждая гордых супостатов, но и больших даров сподобляясь. 58. Коих да сподобимся, и мы все от Христа ради нас столько Себя смирившего, и всем смиренным богатую благодать подающего. 58. О внимании и молитве, собранной из святых отцов! 59. Кто потрудился, не сказано. 59. Все старание подвижника должно быть обращено на то, чтобы высшая часть души не была унижена восстанием низших свастолюбивых похотей. 60. Ибо как бы душа свободным оком могла воззреть насродный ей мысленный свет, прилепившись к низшим свастям плоти? 61. Почему прежде всего надлежит подвижнически держать воздержание? 62. Это безопасное хранилище целомудрия и владычественному уму не позволять вращаться в нечистых помыслах. 63. Необходимо также иметь попечение внутренним человеке, чтобы ум пребывал непарительным и был прилеплен к славе Божией, как последней цели, если хотим избежать суда Господа рекшего. 64. Горе вам, что вы подобны гробам окрашенным, которые снаружи кажутся прекрасными, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. 65. Так и вы снаружи являетесь человеками праведными, а внутри же полны лицемерия и беззакония. 65. Поэтому подвиг потребен великий, и притом законный в сердце, в слове и в делах, да не напрасно будет принята нами Божья благодать. 66. Как воск принимает образ формы, в которую вливается, или печати, какой печатается, так и мы своего внутреннего человека дообразуем учением Господа нашего Иисуса Христа, делом исполняя сказанное Павлом. 66. Совлекшись ветхого человека с деяниями его, да облечемся в нового обновляемого в разуму по образу создавшего его. 67. Ветхим же человеком называет он все, в частности, грехи и осквернения. 68. Будем говорить так, образовывать своего внутреннего человека в обновлении жизни до самой смерти, чтобы сделаться достойным и истинно сказать «Уже живу не я, но живет во мне Христос». 69. Многое потому потребно старания, неусыпное попечение, как бы действуя противно всей заповеди, не лишиться нам такого и столького плода и не подпасть страшным угрозам за то. 69. Когда же дьявол покусится наветывать и начнет с чрезмерной силой, как какие стрелы рожженные, пускать помыслы свои в безмолвствующую и мирствующую душу, и внезапно воспламенит ее, делая надолго остающимся и трудно изгладимым воспоминания о том, что им однажды вернуто, 70. Тогда должно с сильнейшим трезвением и напряжением противостать таким нападениям, пока не изгладится совсем, подобно атлету какому, с тщательным вниманием и быстрыми движениями тела, отражающими нападки противника. 70. С первенства, однако же, в этом деле надо отдавать молитве и призыванию с поборания себе свыше, с пресечения брани и отвращения стрел. 71. Этому святой Павел научает нас, говоря над всеми же сими, примите щит веры, всякой молитвой молясь. 72. Когда душа, ослабив собранность и напряжение мысли, начнет вносить в себя какие-либо воспоминания о каких-либо предметах, 73. Тогда помысл, не обученный, не искусившийся, устремляясь к воспоминаемым предметам, ими, одними занимаясь, 74. Одну прелесть заменяет другою долгим рядом и, наконец, низвергается в сравнение и непотребное помышление. 74. Такую небрежность и распущенность души должно поспешнее исправлять, возводя ум к тщательнейшему и напряженнейшему вниманию, 75. И понуждая его тотчас заняться добрыми предметами. 75. Ибо настоящий философ или истинно мудрый человек, имея тело как бы кабинетом души и безопасным местом убежища, 76. На рынке ли бывает, или на праздничном торжестве, на горе или на поле, или среди толпы людей, 76. Сидит в своем естественном монастыре, собирая ум внутрь и любомудрствуя, оподобающим ему. 77. Возможно и в теле сидящему помыслами блуждать вне, и по рынку ходящему быть трезвену, как в пустыне. 78. В себя возвращаясь и Богу единому внимая, не принимая впечатлений, толпою падающих на душу через чувства очувственных вещей. 79. Приступающему к телу и крови Христовым воспоминания Его за нас, умершего и воскресшего, 80. Надлежит не только чисто быть от всякой скверной плоти и духа, да не в суд себе ест и пьет, 80. Но и действенно показывать, что им исполнена воля за нас, умершего и воскресшего, в том, 80. Что Он не только чист от греха, но и умер греху и миру и себе, а живет только единому Богу. 81. Из порочных помыслов иные никогда не входят в душу нашу, если мы крепким ограждением оградим себя. 81. Иные рождаются внутри, когда разленимся и растут. 82. Но как только сознаются, скоро глохнут и исчезают. 82. Иные рождаются, растут, входят в худые дела. 83. И все здравие души нашей расстраивает, когда мы бываем в большом разленении и вознерадении. 84. Блажено никогда не принимать худых помыслов. 85. Второе после него то, чтоб, когда войдут помыслы, 85. Изгонять их скорее и не пропускать им доли замедлять в нас, чтобы они не осквернили пажите души нашей и не сделали ее непотребную. 85. Но если и этого, если до этого прострем свое нерадение, есть по человеколюбию Божию, да не отчаивается нерадивая. 86. И в таком случае утешение и много врачества, благостыни ионы и неизреченные уготовано против таких ран. 86. Прошу же тебя, пока ты в теле, не давай воле своему сердцу. 87. Ибо как земледелец не может верить никакому плоду, появляющемуся на его поле? 87. Ибо не знает, что с ним случится, прежде чем запрет его в жизни со своей. 87. Так и человек не может давать волю своему сердцу, пока есть дыхание в ноздрях его, потому что не знает, какая страсть встретит его от этого и управится ли он с нею. 88. Тем более не должен допускать этого монах до последнего своего издыхания, но надлежит ему всегда взывать к Богу о милости и бороться, если желает получить Царствие Небесное. 88. Лукавый, зная, наверное, что непарительно молящийся Богу очень многое может сделать, спешить всякими способами и благословными, и неблагословными развлечь его ум. 89. Но мы, зная это, вооружимся всячески против врага нашего, и когда стоим на молитве и колено преклоняем, никакому отнюдь помыслу не дадим войти в сердце наше, ни белому, ни черному, ни правому, ни левому, ни писаному, ни неписаному, кроме умаливания Бога и с неба сходящего в ум просвещения и облистания. 89. Великий подвиг и много времени требуется прибыть в молитвах, чтобы обрести невозмутимое устроение ума. 90. Это второе некое внутрисердечное небо, где обитает Христос, как говорит апостол, или не знаете себя, что Иисус Христос в вас есть. 91. Если кто желает увидеть в этом состоянии ум свой, доблюдет себя от всех помышлений, и тогда ум его узрит в себя сапфиру небесному подобным. 92. Ум не узрит место Божие в себе, если не станет выше всех помышлений о вещах, но он не станет выше их, если не совлечется страстей, связующих его с чувственными вещами через помышления. 93. Страсти изгонит он добродетелями, голые же бесстрастные о вещах помыслы, духовным созерцанием, а это восприимет, когда появится его свет. 94. Блаженнейшего Симеона, архиепископа Солунского, о священной молитве. 94. О молитве, братья! 95. Многие нам и великой важности слова, многое и поистине сказать, она есть от Бога преподанное нам дело, глава всякого другого. 95. Есть же молитва то, чтобы с Богом быть, всегда сущим Богу быть, иметь, как говорит Давид, душу прилепленную к Нему и нерасторжимую с Ним, и ум неосторжимым от Него. 96. При льпе душа моя к Тебе, говорит он еще, возжада Тебе душа моя. 97. Им же образом желает олень на источник водный, так желает душа моя к Тебе, Боже. 98. Еще возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь утверждение мое и прибежище мое. 99. Еще душа моя в руку Твою всегда, вместе с Тобою всегда. 99. Всего ради и благословлю Господа, говорит на всякое время, всегда Ему хвала в устах моих. 99. И с ангелами себя сущим представляет пророк, когда молится, соединяясь с ними в этом добром деле и изъявлении любви своей к Богу и вожделении Его. 99. Хвалите, говорит Господа с небес, хвалите Его выше, и хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все силы Его. 99. Не в том смысле, говорит Он так, что будто ангелы не хвалят, и Он приглашает их к тому, но как бы хваляя их, что они имеют это собственным и непресекаемым своим делом по любви к Богу и себя к ним присоединяя. 99. Потому что молитва к Богу и богохваление должны быть делом всякой разумной твари немолчным и непристающим. 99. К этому же добрый ангельский песнопевец Давид и всю вселенную пламенит, предуказывая, полагая, явление на земле Спасителя, познание через Него Пресвятой Троицы всеми народами, непрестанное ими ее словословие, говоря. 99. Хвалите Господа все народы, хвалите Его все люди. 99. А что ангелами немолчанно возглашается хвала Богу, это мучает Иисайя, видевши славу Божию и ангелов, непрестанно певших тресвятую песнь. 99. И Зекииль равным образом такая песня из дела первейших чинов Серафимов и Херувимов, из коих первые называются огненными за сильную их любовью пламенной песни, как означает сие имя их Серафим. 99. А вторые называются излиянием по причине широко ты или расширения ими видения и богохваления, как показывает из слова Херувим. 99. Они называются еще и многоочитыми по причине обилия, тонкости, проницательности их созерцания и словословия, и их непрерывности. 99. Почему и между нами огненными называются мужи преподобные, горевшие любовью и ревностью и сердечной молитвой по реченному? 100. Согрелось сердце мое вовне, и в поучении моем возгорелся огонь. 100. Еще не сердце ли наше горело в нас? 100. Еще в душе горящую, Господь выработающую, в молитве пребывающую. 100. Многие у нас были такие, которые имели преизливающееся обилие боговедения, и как вода многое изливались в божественном вожделении, как говорится, 100. Излилась благодать в устах твоих, еще расширил сердце мое. 100. И такие есть между нами, которых можно назвать многоочитыми, как зрящих Бога, как написано, 100. Отче мое всегда к Господу. И еще. Всегда видел Господа передо мною, а десную меня есть, которые, как чистое сердце Бога, узрят. 100. И третьему чину ангелов, престолом между нами некоторые подражаются. 100. Это те, в которых Бог упокоивается. Ибо у покоения есть седалище и престол. 100. Как на этих упокоивается сидящее, так и Бог упокоивается в них, чтущих его помышлениями, песнями, словами и делами, так как покой его честь. 100. Почему и Бог, благоугождаясь ими, говорит о них, селюсь в них и буду обитать. 100. И еще. Кто таков, к тому, к кому, говорит, я и Отец, прием и обитель у Него сотворим? 100. И еще, утверждая, что это так бывало, апостол говорит, или не знаете, что Иисус Христос в вас есть, разве только вы не то, чем должны быть? 100. Сие это самое, иметь Христа, носить Его в сердце и уме, непрестанно о Нем помнить и помышлять, и гореть к Нему любовью, как Серафимы, зреть Его всегда, как Херувимы, и в сердце своем иметь Его упокоивающимся, есть дело молитвы. 101. Почему для рабов Христов преимущественным пред всеми другими делом есть и должна быть молитва? 101. Все другие служения стоят на второй степени. 102. Прочие ангелы, как посылаемые во спасение наше, возвещающие нам веления Божие, хотя деятельно служат, способствуя хотящим наследовать спасение, но и они все непрестанным делом имеют молитву. 102. Почему, когда являются нам устрояя потребны ко спасению нашему, не без Бога хваления и молитвы являются, а и нас научают исповеданию Бога и Бога хвалению? 103. Так Исайя слышал их поющих «Славу Богу» и языки Ильданиил, пастыри в час рождения Господа, видели множество воинств небесных, хвалящих Бога и глаголящих «Слава Вышних Богу!» 103. Иоанн в апокалипсисе тоже слышал многих их поющими, а тот ангел, который открывал апокалипсические таинства, когда Иоанн поклонился, ему сказал «Смотри, не делай этого, ибо я есть ослужитель тебе и братьям твоей, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись». 104. Видишь, какую они все Богу честь воздают, и при служении Ему главнейшим делом имеют всегда воспевать славу Ему. 105. Почему и нам святой Павел, серафинский благовестник до третьего восхождившего неба, говорит «Непрестанно молитесь».